всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня ролик о философии я просто шорт сейчас на проповеди тоже выкладываю по веганству по христианству по истине по вечности по бессмертию по любви ну по всему что связано с истиной да так что-то меня немножко решила бог на сердце положил по выкладывать но и мне хочется конечно шорсы шорсами и я решил так на сердце легло про диагена записать в свое время конечно же я вы знаете мой путь кто давно меня смотрит то нет может его узнать вместе ролики о моей жизни и канал отдельно христолюб веган там все это есть плыли в одноименном плейлисте моя жизнь веган христа люк моя жизнь во христе и конечно же кто знает мою тягу и желание и тогда влечение к мудрости естественно в свое время все это я изучал я читал как и как и религиозные книги как библию коран там веды сутры суры на все эти я читал как и в оригинале точно так же естественно толкование комментарии все святотеческое наследие предания и в плане философии то же самое я и некоторых целиком изучал некоторых там каких-то крупных именитых платон сократ до таких матерых самых древе известных которые давно и прославленных так скажем да вот то есть я их в оригинале что мог находил читал и каких-то более мелких известных философов древности совсем или не древности более-менее так назовем не современников конечно ну все что до нашего до наших дней да и там 17 18 19 20 век русских зарубежных все тоже посмотрю ну что-то в каких-то коротких вариантах что-то более пространных все зависело того заходит не это ли ты конечно чинал все же совсем не заходил я бросал вот ну и естественно такие книги или как назвать туда труды я любил почитать как и в религиозной среде есть такие патрики да или истории сказания если это разные другие религии мировоззрения но философии тоже есть такие книжки труды кто-то издает как там мысли цитаты древние или там цитат философов великих философ или там философ всех времен и народов то есть такое тоже читал диагена я в шорте добавил в шорте создал ролика еще человека во первых вот так вот его обычно изображают есть ему памятники достаточно современные почему он с фонарем почему с собачкой почему на бочке в концу ролика поймете вот такая обычная иллюстрация к нему идет поэтому на значки у меня так она поменьше а здесь уже видите побольше приоткрываю завесу мы с вами начинаем все это интересы изучать да ну а началось все с но действительно с его вот известный не зря это фонарик самый известный мне как кажется ему по крайней мере если даже кто-то не знает что это якобы диагену принадлежит хотя сегодня мы с вами узнаем что возможно и нет или не ему одному да вот фраза ищу человека вот с фонарем в руках посреди бела дня на самом деле там такая история сейчас мы с вами с ней познакомимся то есть игры кто-то может даже не знает кому она принадлежит многие хотя бы слышали эту мысль да что посреди дня искать человека днем с огнем не сыщешь вот это действительно ну как бы был диаген до цель моего ролика но в две цели первое это опять показать вот когда все-таки сейчас узнаем что диагену жил там четвертом веке до нашей эры да то есть это древная покрытая тайными мраками пылью и всеми такими делами да и это все и как я про библию говорю что естественно мы с вами будем читать что я несколько источников взял так накидал на ней не совне какой-то хронологии несут или какого то кто-то выше кто-то меньше кто-то более достоверных тут имение нет я просто разные источники взял по сути своим то же самое несколько раз прочтем тоже цель хочу показать как и когда библию мы читаем или там коран я показываю все это что это все надо подвергать сомнению да и разные источники говорят о разных вещах в самих источниках есть сомнения к сожалению такие книги сборник книг как библия такие книг как неизвестно сколько раз на какой язык она переводилась из каких а естественно все это все эти переписывание переводы уже толкование то есть по сути перетолковывалась да это все очень важно вот поэтому даже книги библии ни в коем случае нельзя возводить в рамках авторитета стопроцентно что там непогрешима истина да все что написано и боль того и там написано далеко не все те же самые жизни иисуса даже его проповедницкая деятельность делать более трех с половиной лет до согласно тому же сам евангелие но разве можно три с половиной года служения иисуса вместить в полуторачасовую читаемую книгу конечно нет значит там уже не все написано это что написано писал с людьми уж от это слава богу не скрыто до разными людьми видим как те разные люди друг друга дополняли порой даже противоречили в евангелиях есть противоречия очень важно вот поэтому принципе на самих конечно евангелий так как их слава богу оставили четыре хотя бы до в христианстве там уже это вид в принципе не надо сегодня диагенам доказывать что там даже евангелие не везде истина да вот хотя бог являлся во плоти и бог любовь являлся во плоти под именем иисуса христа да его убили он воскрес все это важно вознесся все эти события действительно стопроцентно схожи и является истиной но в мелочах много разности здесь тоже самое да я например диаген хочу какая то же самое но второй конечно странно почитаем с вами мудры мысли жизнь одного из великих людей захотелось мне такой ролик записать для вас вот чтобы тоже немножко может быть расслабились мои мои видео очень бывают такие на твердые напичканные плотные неудобоваримые до для некоторых хотя я думаю что сегодня мы с вами поразмышляем помудрствуем кто не в курсе философия это любовь к мудрости филио любовь софия премудрость ну греческое слово двусоставное вот диаген философ человек который любит мудрость да любит истину любит ну можно как знание но знание от логос немножко не тогда филология тогда уж больше похожим до любовь к истине к знаниям на философии на к мудрости к премудрости хотя это всегда близкие понятия бог тоже назван премудростью и он же истина да как я всегда до слов то много павел как сказал очень хорошо что в мире много слов и ни одного нет без значения да но у нас много слов которые с одинаковыми значениями очень часто вот ну и как я вам сказал мы с этого начнем этим закончим я так выстроил свою проповедь хотя это мне особо что-то вы знаете пишу там сценарий ну так вот я на себе сцены накидываю и вот в программе в онлайне режиме пишу без всяких потом редакции записей монтажей сразу выкладываем ну только сжимаю ролик покажу чтобы он поменьше объема заменим заменял и вот мы сегодня начнем с этого и уже начали и закончим вот этом ищу человека да его заменит фразы я не буду вам не на источники ссылаться это разные с яндекса я просто что тоже вышло для проповеди и чтобы я не прям своими словами рассказывал про этого еще человека и вообще про диагена вот источники не имеют никакого значения как я вам сказал это даже не суть важно есть правда это или притча с вами почему сегодня что-то новенькое каждый для себя узнает послушает поразмышляет это самое важное для познания истины вот это вот кругозор тоже искать фонарем диагена ищу человека древнегрецкий писатель я где-то видите ты просто скриншот даже понаделась чтобы не открывать там всякая реклама вылазит на них в странице все это неудобно смотреть где короткие даже сам скриншоты сделал да и все древнегрецкий писатель 11 века диаген лаурецкий не синопский не нет диаген на другой тоже в одиннадцатом веке жил в четвертом книге своего труда жизнь учения и мнение знаменитых философ рассказывает как однажды то есть до нас не знаете как если заходить про сократ что-то узнать и почитать хотя один из величайших этого слова сократ всем известно уж ему какие приписывают все эти мудрости афоризмы вы узнаете что сократ сам ты ничего не писал найти ничего невозможно все что мы знаем о сократе несколько источников один из которых это и у источники его ученика платона да вот здесь то же самое да то есть вот это даже эти фразы что-то кому-то приписывает ведь как сам источник вроде как это вообще еще через пять веков в книге некоего другого писателя древнегрецкого диагена тоже по имени диаген лаурецкий только уже ну видимо из гол из города лаурето или как там да в один живущего в двенадцатом веке да мы узнаем что однажды великий философ древней греции диаген синопский о котором мы с вами сегодня и говорим четвертый век до нашей эры зажег днем фонарь и пошел с ним по городу на недоуменные вопросы горожан он отвечал кратко ищу человека ну на недоуменные вопросы разные зачем пошел что делаешь ты что придурок с фонарем днем ходишь да он написал сказал ищу человека и вы знаете вот сейчас я почему вам хочу показать и сегодня опять вот вы разные интерпретации узнаете даже этого события сейчас причем это автор уже вот автор к чисто я тоже в интернет просто нарвался на какой там кто-то это написал кто это вообще неизвестно кто это наш современник где-то там в вопросах ответах чет сказал мы с вами разную видим и и разные интерпретации кто-то побольше что-то задал тот поменьше он по-разному ответил ищу человека да ну а где-то мы с вами за его спросит его к спрашивали ну что спрашивали ну что нашел человек это да и он там и разная ответа давал то есть вот я хочу вам сегодня опять на чередном примере показать что все это не суть важно вы знаете бог всячески во всем даже человек как он приписывает в хорошем смысле то что он там не говорил не делали как тут как художественно развивает уже делает и притчи да и и пусть так будет это все не имеет никакого значения на и наоборот он может слишком сильно разглагольство но порой у этого человека в его разглагольство есть просто наоборот если сжать его да да и какие-то мысли а порой даже вырвать из контекста да и они может там были не очень хорошие но когда ты это все отдельно делаешь это даже очень становится прекрасно так что это все ни в коем случае не делать в своей жизни каких-то авторитетов вот в этом плане кумиров да ну вот это вообще некий автор вот игры этого сообщить текст которую ведь на экране и как бы сам вот комментирует этот случай насколько он его знал да самая короткая версия до диагент пошел с фонарем по городу в дневное время его спрашивали чуть делаешь он спрашивающую человеком вот мы с вами знаем что есть разные версии развития событий тем самым философ хотел сказать что найти совершенного человека который полностью бы отвечал этому званию практически невозможно его буквально днем с огнем не сыщешь известная русская поговорка иносказательно упорно но тщетно искать что-либо или кого-либо фразу ищу человека фраза ищу человека также стала крылатой ну вот такой мы с вами прочитали теперь давайте у нас эти пикабу я тоже принципе так интересную статейку нашел давайте прямо по ней и пробежимся здесь как раз иллюстрации не надо отдельно открывать все все у вас на экране как видите тут в это александр македонский это одна тоже из известных картин диагент такой нагишом в бочке жил якобы в бочке но мы сейчас вам все это узнаем я очень люблю таких людей вот и сам свой путь проходил кто меня знает да это типа александр македонский но мы с вами еще узнаем несколько о нескольких легенд их не встречи были нет я ли кто знает я уже думаю что александр македонский тоже знаете кто это такой как раз тот завоеватель древний грецик якобы что они вот как раз в одно время жили дам когда греция была империи великой диагент синопский около жил около тысячи четыреста двенадцатого года до нашей эры по 323 до нашей эры ну родился и умер 423 до нашей тирает 323 до нашей городе коринф послание апостола павлов коринфянам древнегреческий философ во-первых хотелось бы сказать что на самом деле жил он не в бочке то есть мы с вами видим многие картины нарисован изображает что он как бы в бочке жил но вот мы с вами сегодня два источник прочитаем и оба на этом делают акцент что это не бочка да ну не знаю насколько это важно но интересно все равно хотелось бы сказать что на самом деле жил он не в бочке а в пифосе это большой древнегреческий кувшин он мог быть размером с человека и более сосуд для хранения продуктов зерна вина оливкового масла соленой рыбы однажды ребятня разбила его пифос но жители несмотря на его характер ну вообще диагент был язвы ну как и все пророки да он был как павел писал о своих обличителях жалов плоть он был жалов плоть для своих этих но вы знаете а это обо всех философов говорят и кстати знаете могу сказать о себе что мне тоже за это прилетает потому что нам действительно люди такие вот склада ума языка и всего наверно не многим действительно неудобные да тоже я мне прилетает и из-за хотя иногда и родствую на самом деле да еще только не прилетает из-за языка из-за ну манеру там ну я не матерюсь да но все равно не за словечки скид прилетает то из-за все что угодно и за то что я там наезжаю на кого-то да и так далее кого-то прям до обличают и ты можешь сказать мордой на что-то но вот все такие были до пророки такими были на поэтому здесь такая фраза я просто наперед все говорю но более более знаю всю историю до однажды ребятня разбил его пифос но житель несмотря на его характер скинулись и купили ему новую так как изготовление подобного сосуда требовал определенного мастерства и абы кто сделайте его не мог ну якобы вот такие как ты подобные на как-то выглядел пифос диаген провозглашал принцип аскетизма на примере мыши которая ничего не боялась ни к чему не стремилась и довольствовал с малым именно поэтому уже в таком убогом жилище на своем примере показывает свои идеалы ну кто знает я конечно много читал монахов монашествующих подражал им следовал их ним принципам с их словам их жизни житию да как я говорю кто знает мою жизнь тот знает уже кто нет сможет познакомиться я тоже оставлял все шоу шоу в пустыне шоу в уединенные места жил очень скромно очень уединенно вот да и вообще тоже мне все это конечно любо хотя сейчас я живу ну так скажите немножко другой жизнью ничего особенного без азишков ну просто на своей земле в маленьком домушке в принципе тоже да ну не в пучке конечно да хотя у меня я разное прошел разное попробовал все это да однажды уже будучи стариком у меня вообще такие люди тоже мне не чужды такие люди да мне не чужды эта жизнь на самом деле да однажды уже будучи стариком диаген увидел как мальчик пил воду из горсти и в расстройстве выбросил из суммы свои чашу чашку промолвив мальчишка превзошел меня в простоте жизни конечно вот это все вот это я говорю напоминает кто знает кто читал кто есть там христианин но особенно конечно ну протестант там по монашествуем конечно папа папа по монашествующим не 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 балдеют а вот православные конечно католики у них это есть но тут можно всегда отголоски найти многие философы знаменитые были конечно тоже такими уединенниками отшельниками отреченцами минималистами каких только современных слов нет я думаю вы дальше сможете сами развить эту мысль которую я вам набросил он выбросил и миску когда увидел другого мальчика который разбив свою плошку ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба диаген просил подаяние у статуи чтобы приучить себя к отказам ну то есть я опять быстренько прочитал видите то есть он был достаточно аскетом да но ведь как и имел чашку и когда увидел мальчика который пил из рук набираю выкинул чашку увидел что мальчик ест из куска хлеба там из корки ну то есть хлеб выбранный был корочка была в виде чашки он и чашку сове кинул подаяние просил у статуи чтобы привыкнуть к отказам да когда диаген просила у кого-нибудь взаймы денег то говорил не дайте мне денег а дайте еще раз когда диаген просил у кого-нибудь взаймы денег то говорил не дайте мне денег а говорил отдайте мою росту да вот про александра македонского когда александр македонский пришел в аттику то разумеется захотел познакомиться с прославленным маргиналом, как и многие прочие. Плутарх рассказывает, что Александр долго ждал, пока сам Диоген придет к нему засвидетельствовать свое почтение. Ну то есть Александр думал сейчас, Диоген сам побежит, он просто не знал таких людей, да, к нему тут вдруг навстречу, нет. Но философ беспокойно проводил время у себя. Тогда Александр сам решил навестить его. И найдя Диогена в Крани, в гимназии неподалеку от Каринфа, когда тот грелся на солнце, подошел к нему и сказал, я великий царь Александр, а я ответил Диоген, собака Диоген. Ну именно поэтому, как вы видели на вот этой фотографии настоящего, так скажем, памятника Диогена, именно здесь собака. Потому что помимо мышиной жизни, как он себя сравнивал, его еще, ну считают и его, и некоторых других философов, основателями движения Киники, сейчас мы узнаем, по-моему, так по-гречески, то есть, ну таких собак, ну как дворовых псов, да. Ну сейчас мы с вами до этого дойдем, не буду забегать, ладно. Ну поэтому я ответил, собака Диоген. И за что тебя зовут собакой, спрашивает Александр. Кто бросит кусок, тому я виляю, ну кто мне бросит кусок, да, еды, тому виляю хвостиком, подразумевается, я тут добавляю, да. Кто не бросит, облаиваю, кто злой человек, кусаю. А меня ты боишься, то есть мы видим, его звали еще, и он себя звал, ну его как бы собакой, в принципе, его прозвали, по-моему, в другом месте будет писать, да, потому что он вот, кто бросит кусок, вилял хвостиком, кто, ну образно говоря, да, хвоста-то у него, конечно, не было. Кто нет, там, погавкает, а кто злой, того еще и укусит. А меня ты боишься, спросил Александр. А что ты такое, спросил Диоген, зло или добро? Добро, сказал тот. А кто же боится добра? Наконец Александр сказал. Проси у меня чего хочешь, что попросил Диоген. Отойди, ты заслоняешь мне солнце, сказал Диоген и продолжил гореться. Ну вот такие вещи меня всегда, видите, вызывают улыбку. Да, ну что, красавчик, что ты скажешь, молодец. Да, что просить у царя? Он говорит, отойди, не загораживай мне солнце. Ну это вообще, это прям 5 баллов по 5-балльной. На обратном пути, в ответ на шутки своих приятелей, которые потешались над философом, Александр якобы даже заметил. Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном. По иронии судьбы, Александр умер в один день с Диогеном 10 июня 1923 года до нашей эры. Ну, я говорю, все это, конечно, не доказано, но возможно и так. Таковы легенды, насколько они верны, никто не знает. Когда афиняне готовились к войне с Филиппом Македонским и в городе царили суета и волнения, Диоген стал катать по улицам туда и сюда свою глиняную бочку, в которой жил. На вопрос, для чего он так делает, Диоген отвечал, у всех сейчас хлопоты, потому и мне нехорошо безделичить. А пифос я катаю, потому что ничего другого у меня нет. Ну, тут все реально, конечно, суетились, а он просто юрод стал. На самом деле, брал свою бочку, туда-сюда катал, якобы тоже кричит, а, караул, все. Ну, так, это, конечно же, юродство было самое настоящее. Диоген говорил, что грамматики изучают бедствие Одиссея и не ведают своих собственных. Диоген говорил, что грамматики изучают бедствие Одиссея и не ведают своих собственных. Музыканты ладят струны на лире и не могут сладить собственным нравом. Математики следят за солнцем и луной и не видят того, что у них под ногами. Риттеры учат правильно говорить и не учат правильно поступать. Наконец, скряги ругают деньги, а сами любят их больше всего. Ну, это, да, такие вот жизненные, в принципе, поймите, философы, конечно, они ничего не говорили того, чего не является просто жизнью. Да, это действительно, это как раз вот другими словами, словами Христа хочется сказать, что сотворите и научите. Иисус говорил, да, вот здесь то же самое. У нас действительно так, да. Он настраивает струны. Ну, тут немножко другой смысл, ну, тоже, да. Ну, тут просто есть вот грамматики учат, а не учат там тому-то, то есть сами не поступают, да, так. Ну, хотя тут немножко и другой, конечно, смысл, да. Вот, ну, несколько сразу смыслов глубоких я для вас читаю, вы можете сами поразмышлять. Фонарь диагена, с которым он бродил среди бела дня, по людным местам, со словами еще человека, стал хрестоматийным примером еще в античности. Ну, вот мы с вами в статье показаны, ну, как вот, да, как этот эпизод, да. Ну, мы с вами еще вернемся к еще человеку, мы на нем закончим, так что продвигаемся с вами дальше. Однажды помывшись, диаген выходил из бани, а на встречу ему шли знакомые, которые только собирались мыться. Диаген, спросили они мимоходом, как там полно народу, полно, кивнул диаген. Тут же ему встретились другие знакомые, которые тоже собирались мыться и тоже поинтересовались. Привет, диаген, что много людей моется? Людей почти никого, покачал головой диаген. Возвращаясь как-то раз из Олимпии на вопрос, много ли там было народу, он ответил, народу много, а людей совсем мало. Однажды он вышел на площадь и закричал, эй, люди, люди. Но когда сбежался народ, диаген запустился, напустился на него с палкой, приговаривая, я звал людей, а не мерзавцев. Ну, то есть мы видим с вами, что он это делал не однажды, да, и вообще его мысль диагена, вот это очень важная. Ну, вы знаете, я в своих речах тоже постоянно говорю, что там, ты там не веган, ты не человек, да. Вот, действительно, народ-то может быть много, да, а людей мало. Мы видим, что диаген всегда делил, да, ну там, я звал людей, а не мерзавцев, да. То есть от того, что у тебя две ноги, две руки, голова на плечах, в которую ты ешь. Это не говорит о том, что ты человек, вот в том смысле, в том божественном замысле, в котором был сотворен человек по образу и подобию своего Творца. И как мы видим с вами, даже вот из этой истории про Македонского, чуть выше, я там на это не обратил внимания, сейчас обращаю, что он его спросил, а что ты, добро или зло? Он говорит, добро. Ну, там не будем развивать сейчас тему об Александре Македонском, что он был не добро, а зло, да. Ну, он ему просто, сам факт, что он у него спросил, и то, что он ему ответил, и Македонский, и диаген потом опять, что, ну, если ты добро, то почему я должен тебя бояться, да. Вот, что действительно есть только добро и зло, самое важное, да, и человек или не человек, да. Так что это очень важно, да. То есть он все время, видите, он эту мысль людям пытался довести, то есть в разных интерпретациях. Людей много моется, он говорит, нет, народу много моется, людей нет, да. То есть есть люди, ну, там, образ, которых он знал, да. Да, он мог в общем говорить, потому что так и есть. Основная масса, на самом деле, порой всегда пребывает во тьме, да. Когда Платон дал определение, имевшее большой успех, человек есть животное, о двух ногах лишенное перьев, диаген ощипал петуха и принес к нему в школу, объявив, вот платоновский человек. На что Платон, к своему определению, вынужден был добавить и с плоскими ногами. Ну, тут, конечно, пример не очень хороший, как для вегана. Вообще, конечно, все, ну, не все, вернее, неправильно слово, так слетелось языком. Не все, конечно, но действительно много известных философов и неизвестных, вообще людей, познавших истину, конечно же, были веганами. Ну, как мы с вами, я уже вначале сказал, что тут кому приписывают, да, это большой вопрос. Был ли это вообще случай, имевший ли место в жизни, или его потом кто-то мог вообще придумать. Все это потом, очень легко, все это потом становится истиной, да. Историю пишут победители, здесь то же самое, вот. Мне хочется верить, и я убежден, что тот же самый диаген был кем? Был веганом, да. Там, более того, у того же самого, ну, я говорю, у них много чего встречают, ну, чего приписывают им. Сейчас, вот, мы с вами даже, вот, еще раз по этой фразе, еще человек, по этому событию, тоже один я просто с вами комментарий, ответ там, зачитаю. Там будет, как бы, приписываться это и вообще другому философу. То есть, это все очень важно понимать, да, что к этому относиться надо мудро, вот. Ну, а если даже и не так, если даже правда диаген такое сделал, там, ощипал петуха, да, то, ну, что ж, надо его укорить за это, потому что веганство это истина, требует к животным. Значит, он еще не дорос тогда, несмотря на то, что людей делил на человеков и нечеловеков. Однажды диаген пришел на лекцию к Анаксимену Лампксакскому. Сел в задних рядах, достал из мешка рыбу и поднял над головой. Сначала обернулся один слушатель и стал смотреть на рыбу, потом другой, потом почти все. Анаксимен вознегодовал. Ты сорвал мне лекцию. Ну, что стоит лекция, сказал диаген, если какая-то соленая рыбка опрокинула твои рассуждения. Ну, тут как вегану про рыбку мне, конечно, не очень приятно читать, но вот, да, они любили, вы знаете, философы, особенно в древности, когда вот так были тоже там эти все открытые собрания. Помните, как Иисус там с людьми на улице сидел, на горах там, во дворах, где только небо, в домах, в открытых, в закрытых. Вот, то действительно, когда я просто читал про этих философов, разные вот эти вот истории, то они очень частенько друг к другу приходили, ну, и таким образом подкалывали друг друга, издевались тоже, вразумляли, видите, другого, что стоит твоя лекция, если все вот повернулись на, ну, неважно, на любую еду, да, он мог там орешками захрустеть с пивасиком, и все повернулись, да. Ну, я так образно говорю. Диоген, увидев, как рыба, как раба Анаксимена Лампсакского носили многочисленные пожитки, еще раз, Диоген, увидев, как рабы Анаксимена Лампсакского, вот этого, ну, вот тоже, на лекцию которого он приходил, да, многочисленные пожитки, которые у него были, да, спросил, кому они принадлежат. Когда ему ответили, что Анаксимену, он возмутился. И не стыдно ему, владея таким имуществом, не владеть самим собой. Ну, молодец, да. Ну, это из той же серии, как мы с вами читали, что, да, учат других, да, там, владению мечом, но не владеют собой. Мы с вами у него это уже читали, эти мысли, да. Анаксимен... Сейчас мы с вами тут какая-то рекламка, как-то, ну, ладно, ее не закрыть. Где мы с вами... Анаксимен Лампасский был достаточно полным человеком. Однажды к нему подошел Диоген и сказал, удели нам нищим немного твоего брюха, этим ты сделаешь и себе легче, и нам поможешь. Ну, видите, как они, конечно, и друг друга, естественно, тоже обличали. Вы правильно делали. Анаксимен был учителем Александра Македонского по риторике. Вероятно, Анаксимен являлся автором одного из древнейших учебников ораторского искусства. Риторика для Александра. Хотелось бы привести один факт, который всегда меня восхищал. Когда войска Александра Македонского подошли к Лампсаку, то жители города не открыли ворота, и Александр Македонский приказал взять город штурмом и разграбить. Ну, это к теме того, добрый ли Александр Македонский или злой. Конечно же, исчадие ада. Тогда Анаксимен отправился в лагерь противника. Александр Македонский, увидев своего учителя и догадавшись, что тот сейчас будет его просить о милости, и будучи мастером риторик, все-таки уговорит его, не давая вымолвить ему ни слова, воскликнул. Клянусь, что в этот раз я не поддамся на твои уговоры и риторические уловки, и не выполню твои просьбы. Тогда Анаксимен ответил. О, Александр, прошу тебя, захвати и разори Лампсак. Чтобы не нарушить свою клятву, Александру пришлось оставить город и увезти свои войска. Ну, вы поняли, да, смысл? Он сказал, что я не буду делать то, что ты мне скажешь. Как он, клянусь, что в этот раз не поддамся на твои уговоры. А он ему говорит, я прошу тебя, захвати и разори Лампсак. А он же сказал, что я не буду делать то, что ты сказал. Ну, видите, философы, что такое мудрость, да, то есть они могли любого победить в схватке словесной, да. Мудростью, риторикой, всем, да, логикой, там, все прочее. Все, 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 все эти методы применяются. Но вернемся к диагену. На вопрос, какое вино ему пить вкуснее, он ответил, чужое. Кстати, вот мудрые люди, премудрые, великие люди, они, конечно, не лишены чувства юмора, что, знаете, кому чуждо, религиозникам. Это прям беда. Вы знаете, у меня есть на, так называемом, сером канале, кто знает мировоззрение, там, не то, что разные ролики выкладывают, чужие. Кому интересно, напишите в комментариях, там, ссылку, что не смотрел, выход из тела. Это свидетельство живых людей, которые, ну, раньше времени, так скажем, на тот свет отправлялись, потом возвращались, да. И мне понравилось там одно свидетельство, мужчина говорил, что, вот вы знаете, Бог очень смешной, так скажем. У Бога, говорит, просто совершенно чувство юмора, ну, естественно, потому что Бог совершенный. Он, говорит, он очень веселый, очень радостный. Вот удивительно. Такое редко услышишь, я помню, у меня тоже произвело сильное впечатление, особенно, когда я шел путем познания истины, естественно, сквозь дебри религиозников и всяких сект, начиная с православия. Да, и там беда, конечно, там нельзя не улыбаться, не смеяться. Вот вы знаете, люди свободные, возьмите тех самых, мы видим с вами, таких внесистемных философов, конечно, тоже есть замудрые, угрюмые, потому что они в системах, многие в школах, преподаватели там нет. А вот такие вот, вот такие вот, которые в бочках живут, да, которые юродствуют там на подаянии, да, вот такие действительно. И вот они смешные, это веселые люди, да, это вот. Вот, поэтому меня тоже тыкали, я вначале все размышлял, помню, как-то так, конечно, ни от кем не оправдывался, но кто мой путь давно знает, я все это исследовал, изучал, конечно, понял, что все эти религиозники не знают никакой истины, действительно, потому что радость – это Бог, Бог есть благо, Бог есть радость. Плоды дух какие? Любовь, радость, да, мир, благость, счастье. Вот, это очень важно, поэтому, конечно же, да, мы видим, как они, они наставляли и юморили порой одновременно, да, какое вино вкуснее чужое. Однажды кто-то привел его в роскошное жилище и заметил, видишь, как здесь чисто, смотри, не плюнь, куда его из тебя останется. Диоген осмотрел за него и плюнул его в лицо за него. А куда же мне плюнулся, если нет, мне это хуже. Слушайте, ну красавчик вообще. Вы знаете, вот это, я говорю, это вот свободная жизнь когда-то. Конечно, сейчас, может, кто-то подумает, что я прям одобряю его плевки, дело не в этом, но он молодец, вы понимаете, он человеком разумел. Его же, я представляю, какой там напыщенный индюк его вел по этим местам. Вот он, видите, ну для чего это сделал, слушайте, вот он дал ему хороший урок. Вот человек трясется там, ведет его по каким-то этим чистым хоромам, и вот он говорит, смотри, ты смотри, никуда не плюнь здесь. В простоте сердца своего, да. Простота хуже дурака, как говорят. Взял и плюнул в лицо. Заяви, ну куда же плеваться, если нет, мне это хуже. Нет, это вообще, это форево, это прям красота. Высота. Я вот, для чего я решил почитать. Вы знаете, сколько в этом вот глубины, ты понимаешь. Вот меня, я говорю, тоже осуждают иногда. Я говорю, слушайте, смотрите на мои беседы, где так твердо бывает, или могу и прям пожурить человека, или вот так вот поиздеваться где-то. Кто слышал все мои дебаты. Я говорю, слушайте, вы просто не видите мое сердце, конечно же, зная, когда я вам тысячу раз говорил, что я проповедую абсолютную любовь, что Бог есть совершенство, абсолютная любовь, что все его мироздание им создано, им пронизано, и благодаря ему живет и движется и существует. И что когда-нибудь, благодаря свободной воле, по-другому никак, мы все эту любовь познаем и в ней будем пребывать, окунемся, уже не вынырнем, да, во всеобщее покаяние. Вы поймите, говорю, когда я с грешником общаюсь, пытаюсь его привести к покаянию, к истине, то тут, так скажем, в хорошем смысле все средства хороши, да. Если я вижу, что вот таким образом он уколется и до него хоть что-то дойдет, но что-то ласкать бесполезно, да, ты видишь, что он, так скажем, хорошим путем, хороших слов не понимает, да. Вот, ты вот идешь такими путями, вот, я говорю, тут казалось бы, плевок ты не одобряешь, если бы он был просто, но он же юродствовал, и вы знаете, возможно, этот человек, вот, понял кое-что в жизни, да, что этот мраморный пол ничего не значит, да, когда с тобой рядом человек, да. Когда кто-то читал длинное сочинение и уже показалось неисписанное место в конце свитка, Диоген воскликнул, мужайтесь, мужайтесь, други, виден берег. Мужайтесь, друзья, виден берег. К надписи одного новобрачного, написавшего на своем доме Зевсов сын Геракл победоносный, здесь витает, да не внидит зло, а не агент примесал. Сперва война, потом союз. Да. Ладно. Ну, тут он, конечно, кстати, обличил именно вот этот вот милитаризм, знаете, то есть, да, сначала я Зевс, Геракл, ну, то есть, я победил всех, да, а потом да не внидит ко мне в зло. Сам-то ты мечом, да, завоевал, а теперь хочешь, чтобы к тебе зло не приходили. Это да. С мечом пришел, от меча погибнешь. Увидев неумелого стрелка из лука, Диоген уселся возле самой, самой мишени, объяснил, это, чтобы в меня не попало. Это опасно, да. Однажды Диоген просил подаяния у человека со скверным характером. Дам, если ты меня убедишь, говорил тот. Если бы я мог тебя убедить, сказал Диоген, я убедил бы тебя удавить. Кто-то попрекал его порчей монеты. То было время, сказал Диоген, когда я был таким, как ты сейчас, зато таким, как я сейчас тебе никогда не стать. Да. Сто баллов. Увидев сына Гетеры, швырявшего камни в толпу, Диоген сказал, «Берегись, попайся в отца». Ну, правильно, да. Однажды философ Аристип, который нашел состояние, восхваляя тирана, увидел, как Диоген, промывая чечевицу, сказал, «Если бы ты прославлял тирана, тебе не пришлось бы питаться чечевицей». На что Диоген возразил, «Если бы ты научился питаться чечевицей, то тебе не пришлось бы прославлять тирана». Слушайте, эти бы слова пропагандистам всего мира в уши, и религиозным, и государственным. Вот еще одна картина, где Диоген в этой, в бочке. Здесь подписи нет, поэтому художников я не знаю. Ну, и давайте некоторые афоризмы. Мы, кстати, одну с вами статью закончили. Обращайся с фельможами как с огнем, не стой не очень близко, не слишком далеко от них. Протягивай руку друзьям, не сжимай пальцы в кулак. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность заставляет осуществлять на деле. Неграмотных и непросвещенных вы обучаете так называемым изящным искусствам, чтобы у вас, когда понадобится под руками, были образованные люди. Почему же вы не перевоспитываете дурных, чтобы потом воспользоваться ими, когда появится нужда в честных людях? Так же, как вы нуждаетесь в головорезах, захватывающих чужой город или лагерь. Это, кстати, к тому, опять же, что все великие философы, все мудрецы, вообще все люди, познавшись, всегда были против войны, всегда были пацифистами. Злословец есть самый лютый и дикий зверь. Льстец самый опасный из ручных животных. Ну да. Быстрее всего стареет благодарность. Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных. Гадание и астрология самым безумным. Суверие и деспотизм самым несчастным. Ой, как хорошо-то это все. К современным людям действительно тоже. Для чего мы с вами философию-то изучаем сейчас в данном ролике, да? Чтобы быть разумными. Гадание и астрология делают безумными. А суеверие и деспотизм самыми несчастными. Сколько суеверий и деспотизма в сектах, в религиозных, православиях, католики, протестантизм. Сколько в государствах, да? Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животное им. Это я много раз говорил. То же самое, кто знает про домашних животных. Люди их заводят, становятся ихими рабами на самом деле. Смерть не зло, ибо в ней нет бесчестия. Все правильно. Ну и более того, и не существует. Философия дает готовность ко всякому повороту судьбы. Ну да, мудрость. Любовь к мудрости дает готовность ко всякому повороту судьбы. Я гражданин мира. Мы с вами сейчас другой, кстати, почитаем. Кто, вот опять же, наверное, помимо того, вот этого «Ищу человека», действительно, наверное, одну из известных мы слышали, те люди, такие как я в том числе, которые не считают себя ни расисты, ни русскими, ни россиянинами, ни кем там, ни славянами, ни православными, ни католиками, ни европейцами. Да, и я гражданин мира. Ну и вот мы с вами сейчас еще статейку почитаем, узнаем, что это тоже принадлежит все. Ну вот я такую тоже нашел, Диоген Синопский, ищу человека на LiveInternet.ru. Давайте тут тоже почитаем. Диоген Синопский, ну, в годы жизни я ему говорил, уже древнегрецкий философ, ученик Антисфена, основателя школы кинников. Точнее, не он, да, а его учитель Антисфен. Ну, у любого философа был учитель. Ну, в принципе, у меня тоже были свои учителя, начиная с Иисуса и заканчивая всеми, кого я читал, изучал. В принципе, я всех почитаю своими учителями. Я от кого-то что-то брал, все самое светлое, доброе, да. Вот именно Антисфен тоже известный такой. Ну, вот его учитель, да, был основательной школы кинников. Ну, вот кинники, по-моему, мы сейчас с вами узнаем, что это чуть попозже, где-то опять будет сказано, что это вот, ну, как бы, собаки, да, собачья жизнь, так скажем. Среди белой дня он ходил, ну, чем известен, да, Диоген, по улице с снарем и кричал, ищу человека. Ну, вот мы видим с вами разную интерпретацию, о которой я говорил, в этой статье сказано, что его как бы спрашивали, и как нашел, он говорил, нет одни рабы. То есть, как мы видим, здесь уже немножко другой смысл вкладывают, что, вот я вам помню, первый, я уже закрыл, такой скриншот, который я сделал, зачитал, там как бы человек говорит, что как бы, ну, просто, да, вот есть человек, как что-то самое светлое, доброе, совершенное, красивое, вот он говорит, как бы нет, что такого совершенного, днем с огнем не сыщешь. А здесь как бы прям, ну, так уже более узкое, что есть люди, это значит, человек сказал, значит, свобода, значит, свободны. Если ты не свободен по плоти и по духу, ты не человек, да, вот, а он говорит, да, не, не нашел одни рабы по плоти, грубо говоря. То, что мы все, конечно, ну, не все мы, а вот кто раболепствует плоти, ну, и по духу, да, раболепствует там всяким страстям, душевным плотским страстям, душевным страстям. Вот, ну, якобы он ответил, нет, одни рабы. Ну, вполне так могло быть, причем мы все называем, что если он там все время отходил, кричал, могло быть тысячи интерпретаций, не тысячи, а действительно тысячи случаев, и каждый раз он что-то отвечал, где-то узко, где-то широко, где-то общем, да, где-то его никто ничего не спрашивал, уже знаю, он просто ходил и кричал еще человека, да. Такая тоже иллюстрация, здесь, кстати, подписано Иоанн Генрих Вильгем Тишбейн, 18-19 век, медиаген, искал человек, такая вот иллюстрация, ну, правда, она на манер уже западная, да, не зря наверное, немец, да, рисовал, Иоанн Генрих. Так, мы знаем, что все время западное искусство, оно почему-то все древние события рисует, так скажем, красками и взглядами, и ну, вы поняли, современным творчеством, да, потому что они там, если рисуют Иисус, то обязательно такой европеец, ну, это так все, афроамериканцы Иисуса черным рисуют, вот, так что, да. На вопросы, кто он и откуда, Диоген отвечал, я гражданин ими, я гражданин мира. Именно Диоген изобрел термин космополит, ну, кто знает, вот, современное, ну, или просто, опять, иностранное слово для русских, это и есть, коротко, я гражданин мира, да, космополит, ну, космополь, там слово космос, да, то есть, все вместе, вот, все это, космополитичность, значит, и все, и неприналежность ничему, да. Он отрицал идею государства и преимущество одних людей над другими, граждан над негражданами, властители над народом, мужчин над женщинами, законорожденных над незаконно рожденными. Единственным истинным государством он считал весь мир, в котором люди с рождения равны перед богами. Ну, так и есть. Вот, мудреца истинного, и человек, познавший истину, всегда можно отличить вот по таким вещам. Это внесистемность, это вне, вот, это космополитичность, если хотите, да, с вами это слово уже теперь понятно, да, вот, это гражданство всего мира, да, и так далее. Это не возвышение, это равенство всех людей, причем всего живого на Земле, растений, природы. Вот, ну, вот такая вот иллюстрация. Это у нас Якоб Йорданс. Диоген, ищущий человека, это 17 век, картина галереи Дрезден. Ну, тоже здесь он такой, конечно, уже, наверное, возможно, такой, как он есть. Как, ну, картинка хорошая, кого мы тут не только не видим, всякие люди там, животные, так интересно. Диоген смеялся над теми, кто приобретал предметы роскоши. Как это так? Разве правильно, что за мраморную статую платят 3000 монет, а за жизненно необходимую меру ячменя две? Это так и есть. Действительно, мир безумен, и люди, так скажем, здравые, все это понимают. Посмотрите на современный мир, какая-нибудь картина стоит, там, миллионы, миллиарды есть долларов, там, да. Чего она? Ну, нарисовал кто-то, ну и что? Что теперь? А на чашке риса не стоит, когда у тебя ее не будет. Ты будешь голодный. Ты все продашь за эту чашку риса. Диоген не скрывал, из-за чего был изм из Синопа. И когда кто-то попрекнул его порчей монеты и укорил за изгнание, он ответил, он ответил, глупец, ведь благодаря изгнанию я стал философом. Ну да. Добродетельной жизнью, считал Диоген, как и всякому другому делу, надо бы научиться. Это действительно. Учителем он избрал Антисфена, самого сурового из учеников Сократа. Ну, кстати, вот то, что Платон, Антисфена, одни из самых известных. Ну и вот Антисфена, это и тоже ученик Сократа. Ну, у нас якобы, конечно, понятно, что философия, она от первых песен от Адама с Евой, от первых людей, когда мы стали задумываться и размышлять над бытием. Ну, так вот. Кто, конечно, столкнется с философией, то, естественно, захочет изучать, я говорю, в любой книге, это как сказать, хотя вот именно Сократ-то жил не так, так скажем, это не прямо от древних времен. Да, ну, почему-то вся философия начинается с Сократа, и пошло это дерево там, по сути, его ученики потом, и так далее, и так далее. Действительно так, да? Но вот он выбрал себе самого сурового ученика Сократа, антисфена. Мрачный воин, герой битвы при Танагре, вот этот вот антисфен, мрачный воин, герой битвы при Танагре, тот проходил в свое время ежедневно 16 километров, чтобы научиться у Сократа твердости и выносливости, и перенять бесстрастность мудреца. Чтобы ничего не терять, надо ничего не иметь, усвоил он, свести к минимуму свои потребности, держать тело, как раба в голоде и холоде, презрение к наслаждению. Ну, тут, и смотри, тут фраза такая, презрение к наслаждению, тоже наслаждение. По поводу наслаждения, вы знаете, еще, конечно, у меня бутное видео записывание, что же не раз говорил, что вся эта, там порой монахов тоже есть вот это, они якобы отказываются от одних удовольств, на самом деле стремятся с другими. И более того, ведь они сами признают, что в принципе, даже в отказе от наслаждения, если ты сегодня, это твоя цель, и ты достигаешь, ты тоже наслаждаешься, да. То есть, по сути, это немножко замкнутый круг, да. От одних наслаждений якобы отваливаешься, на самом деле, ты даже наслаждаешься самим отказом, да, что ты там делаешь. Глядя на оборванных последователей антисфена, основную массу которых составляли вольноотпущенники и рабы, афиняне называли их цинниками или кинниками, от грецкого собака. Ну, вот то, что я вам рассказывал, что эти кинники, то есть, они жили, как собаки, можно сказать, да. Вот. И, кстати, видите, слово циник нам, да, очень часто мы слышим, может быть, там, циник, циник. У нас она имеет другой смысл в русском языке уже давно, ну, и вроде как с греческого правильно говорит кио, от киона к киники, киниками, кион собака. Известный символ диогена, это диогена, это диогенова бочка, в которой он жил. Это была, ну, на самом деле, это была не бочка, а пифос, огромный глиняный кувшин для хранения зерна и вина. То есть, мы с вами видим, что он в этой статье, но опять эту иллюстрацию, я вам уже ее показывал, в прошлой статье она была, ну, якобы это не бочка, а некий такой сосуд. Ну, не суть ли важно. Вот вам опять тоже иллюстрация. Туполев Александр Македонский перед диогеном, 1787 год. Одна из самых известных притч о диогене повествует. То есть, видите, даже в авторах статьях не отрицают, что это все притчи, можно сказать, да, то есть, достоверно неизвестно. Александр Македонский специально приехал в Афины, чтобы посмотреть на философа в бочке. А Александр, я Александр, царь Македонии, сказал он, подойдя к диогену, сказал он, а в будущем и царь всего мира. «Проси у меня, чего хочешь», он сказал. Ну, тут видите, другая интерпретация, но действительно в разных статьях похожа, да. «Не заслоняй мне солнце», ответил диоген. Пораженный Александр сказал своим друзьям, «Если бы я не был Александра, то стал бы диогеном». Ну, это мы с вами уже читали, в общем, повторили. Будучи в Каринфе, диоген надел лавровый венок победителя. От него потребовали снять венок, так как он никого не победил. Напротив, возразил диоген, «Я не читаю тем рабам, что борются, метают диск и соревнуются в беге». Ну, то есть, там же эти гладиаторские, были-то всякие выступления, беги, соревнования, олимпийские игры. И он надел вот некий венок, когда там раньше победителя надевали. «Мои противники посерьезней. Бедность, изгнание, забвение, гнев, печаль, страсть и страх и самое непобедимое коварное чудовище». Наслаждение. Вот он победил это все. Его вызывающее поведение не приносило много милостыни. понятно. Как я всем говорю, я вот сколько, шесть лет на ютубе, тоже себе много друзей не нажал. Да, по своей такой деятельности. Учительско-обличительной. На вопрос, почему люди подают нищим и не подают философам, он сказал, «Потому что они знают, хромыми и слепыми они быть могут и станут, а вот мудрецами никогда». Ну, то есть, они подают, чтобы потом им подавали. Поэтому, он говорит, «Хромыми и слепыми они могут стать, а вот мудрецами никогда». Легенда говорит о том, что Диоген умер в один день с Александром Македонским. Ну, здесь говорят, что это легенда. Почему я сказал? Александр в 33-летнем возрасте в далеком и чужом Вавилоне его последней просьбой было похоронить его с раскинутыми руками ладонями вверх. Он просил проделать отверстие в гробу и вытащить его руки, чтобы все могли видеть, что они пусты. Он сказал миру, «Я завоевал полмира, но ухожу с пустыми руками». здесь про богатство, можно из этого мудрость извлечь. Ногими приходим, ногими уходим. Диоген на 89-м году жизни в родном Каринфе на городском пустыре. Почувствовав приближение конца, Диоген пришел на пустырь и сказал сторожу, «Когда помру, сбрось меня в канаву, пусть братья-псы полакомятся». Ну, братья поняли, почему, да? Потому что их, в общем-то, это секта, можно назвать, Кинников, была секта псов. Горожане похоронили Диогена близ городских ворот. Над могилой была воздвигнута колонна, а на ней собака, высеченная из мрамора. Позднее и другие соотечественники оказали Диогену почет, соорудив ему бронзовые памятники. как я вам говорил, именно поэтому мы с вами видим эту иллюстрацию, где Диоген с фонариком. То есть, такие три атрибута Диогена, если вы слышите Диоген, что в голове у любого человека возникает. Это фонарь, собака и бочка, да? Вот. Ну, давайте тоже афоризмы с вами еще Диогена почитаем. Мы с вами уже их, в принципе, слышали, но еще раз пройдемся. Хотя, ладно, я вам не буду читать, которые были. Диоген, быстрее всего благодарность. А, здесь нет ничего. А, вот, я гражданин мира. И два тут только. Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Вы знаете, я говорю, про удовольствие у меня много роликов, еще я буду говорить, в чем смысл жизни. Да? Ну, здесь, в принципе, мы исправили, хотя немножко относительно. Я еще буду об этом говорить, ну, не сегодня. Конечная цель это благоразумный выбор того, что соответствует природе. А природе нашей соответствует что? Любовь. Да, это очень важно. Доброта. Вот этому. Это должен быть конечный, правильный выбор любого человека. Ну, и давайте последнюю уже заканчивать будем. На неком сайте тоже там был вопрос, и был просто ответ, тут даже, видите, уже пользователь заблокирован на скриншоте видно. Там аватарка неизвестна, реального нет человека, девушка или нет. Ну, вот, мне понравился ее текст, ее, то, что она ответила человеку, я вам тоже зачитаю. По мнению историков, это выражение, ну, еще человеку, да, там был вопрос, кому принадлежит вот эта фраза. Человек интересовался, ему дали ответ на неком портале. Принадлежит двум великим философам древности, она говорит, или он, тут неизвестно, кто был пользователем. На картине фламандского живописца якобы Йорданса, мы с вами уже только что ее видели, написано имя около, и им около 1642 года, точной даты неизвестны, изображен диаген-философ из Синопа. Картина так и называется, диаген, ищущий человека. Мы с вами только смотрели этого якобы Йорданса, я уже закрыл статью. Название она приобрела именно за счет выражения, а у него таковых в запасе всегда было множество у диагена, да, ищу человека, что было более означает, ищу того, кто достоин имени человека, ну, то есть, да, это сокращенно, а более длинно, то есть, ищу того, кто достоин имени человека, кто достоин называться человеком, я бы так еще сказал. Однажды диаген среди белой дня вышел с горящим фонарем на людные улицы Афин, произнося раз за разом это выражение. Его, славящегося своим аскетизмом и отсутствием потребностей окружал народ, у которого потребностей было предостаточно. Для кого-то это была жажда денег, для кого-то еды, для кого-то выпивки. По мнению диагена, его окружали не люди, его окружали их потребности. Вот и пошел он с горящим фонарем среди белой дня показать народу, что среди них всех людей нет, что среди них нет людей одни потребности. То есть его окружали не люди, а потребности. То есть мы видим, как тут уже ну это я так понимаю, тоже именно вот этот человек просто заворачивает свои мысли. Ну тоже, как я говорю, тут смыслов много глубоких в его поступке, в его там таком вот. Якоб Йорданс весьма удачно это выразил в своей картине. По другой версии данное выражение, то есть мы видим даже это знаменитое выражение, якобы ни у кого нет сомнений, что оно принадлежит диагену, оказывается. Нет, есть и другая версия. По другой версии данное выражение принадлежит римскому баснописцу Эзопу. Эзоп был рабом, однажды пошел к соседу за огнем. По какой-то причине в его доме он погас. Огонь нужен был для приготовления пищи для хозяина. Возвращаясь домой с горящей лампой, он подвергся издевкам обычного прохожего. Зачем ты днем с огнем ходишь? Зачем ты днем с огнем ходишь? Эзоп. Ну то есть ведь светло. на это Эзоп ему ответил, ищу человека, а вокруг одни рабы. Основная мысль обоих, ну то есть, да, ну тут более как-то, более правдоподобно с одной стороны, что такое тоже могло быть, да, некий раб пошел за, просто за огнем для печки, да, по сути. огонь и символ тепла, огня, ну вот мы варим, жарим, греемся, и символ света, ну чем он и является, не символ точнее, а и источник света, источник тепла, источник света, да, и вот он якобы пошел за источником тепла для, для там, еды приготовить, ну а по сути нес источник света, и над ним стали прохожие потешаться, зачем ты днем идешь с, с фонарем, да, ну он просто нес там огонь, да, вот, но он ему правда ответил, с глубокой раба был видимо не глупый, ответил ему еще и в этом, дал глубокую мысль, что ищу человека, а кругом одни рабы, но он сам раб, да, вот, так что, основная мысль обоих великих заключается в том, что человек, отвечающий всем критериям нравственности, найти сложно даже днем с огнем, прошли века, но и сейчас, выйдя на улицу днем с огнем, вряд ли найдешь человека, даже зачастую в собственном лице, со временем ищу человека, скорее утратила свою актуальность, так как с нравственностью все хуже и хуже, а вот днем с огнем используется повсеместно, ну фраза, то есть, да, со временем фразы ищу человека, скорее утратила свою актуальность, а днем с огнем используется повсеместно, в том значении, что невозможно или трудно найти желаемое, как-то так, ну то есть, мы видим здесь, единственное, еще смысл дополнительно раскрывается, что именно здесь, тут получилось две крылатые фразы, из этой тоже, опять же, легенды, истории, притчи. Зачем ты днем со днем ходишь? Я даже так прочитал, да, днем с огнем. Даже так она звучит. Поэтому говорят, днем с огнем не сыщешь. Да, то есть найти невозможно. Ну, такое вот видео про такого вот диагена. Да, ну, интересно. Видите, мы с вами сегодня и посмеялись. Действительно, мудрость, да, она и есть мудрость. И любовь к ней, в принципе, должна быть естественной. И тягой человека, да. Потому что она делает человека приближающимся, приблизившимся, может быть, к истине уже. Или познавшим ее. Именно через мудрость, через премудрость, через размышления в жизни над всем. За счет кого-то, за счет того, что что-то читаешь, кого-то вот слушаешь. Да, потом сам говоришь, сам размышляешь, потом сам говоришь. Уча-учись, такое тоже есть. И вы знаете, вы слышали, я в своих проповедях часто какие-то изречения говорю. И говорю, ну, я общие фразы говорю, потому что тоже, даже если я помню, кому это принадлежит якобы, то, в принципе, как мы с вами видим, это не факт, что это действительно так. И я очень часто выражаюсь так. Все древние говорили такты, или там древние, древние мудрецы всех времен народов поступали такты и говорили такты. От меня вы слышите, я такое частенько говорю. На этом у меня все. Я был рад, если кому-то понравилось это видео. Кому нравится, обязательно ставьте лайки этому видео, это помогает, продвигайте его. И это видео, и контент моего канала на ютубе, надеюсь, что это помогает людям познавать истину. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии, я все их читаю, по возможности на вопросы, если там есть, какие вы сдаете, я отвечаю, что Господь на сердце полагает. Пустите мой авторский христианский сайт, веганский, христалюб.ру. Можно по-русски просто набрать христалюб.рф. Поделитесь этими роликами, вся в социальных сетях, на своих ресурсах, в телеграм-каналах, где пожелаете. В личных сообщениях друзьям и знакомым. До встречи.